всем большой привет и добро пожаловать в новое видео итак мы продолжаем красить каким-нибудь интересным способом наш орнамент и в этом видео я буду экспериментировать я возьму какую-нибудь акварельную краску и хочу просто так я все заблокировала и хочу как-нибудь попробовать покрасить этими кисточками свой узор так я буду на палитре скажем так в режиме реального времени брать какой-то цвет и собственно с ним работать можно поставить эффект умножения тогда они будут как-то перекладываться друг на друга можно поставить просто и вот таким вот образом скажем так вводя внутри цветочка я буду как-то красить честно говоря я так толком ни разу не делала без планшета это сделать наверно будет как-то не очень интересно не очень приятно но так как на планшете гораздо скажем так интереснее возюкать имитируя скажем так обычное рисование посмотрим что из этого всего получится допустим попробуем наложить эффект но мне кажется честно говоря разницы какой-то большой прямо таки нету нужно осветление в общем да путь эксперимента проб и ошибок куда же без этого и так давайте попробуем что-нибудь еще изобразить новенькое гамму я постараюсь использовать какую-нибудь нежную до желтый желтый голубой розовый что нибудь такое и сейчас скажем так в таком порядке сказать в хаотичном в хаотичном порядке будем что-нибудь красить не выходя из скажем так обозначенной палитры моя задача покрасить весь наш цветочек добавляя разные разные оттенки эти кисти они сами по себе уже являются полупрозрачными поэтому они сами собой как-то смешиваются не знаю что из этого получится и так сейчас я ускорил и вернусь к вам когда более-менее будет уже вырисовываться какой-то общий вид и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот примерно вот такая вот история у меня получилась. И на самом деле мне так нравится этот нежный переход. Я, конечно, пока еще не знаю, что из этого всего выйдет. Но на данном этапе мне нравится такое нежное сочетание, как они между собой наложились. Ну, в принципе, я думаю, на этом этапе пока можно даже и закончить. А, ну, тут я уже начала совсем-совсем небрежно, да, и выходя совсем за рамки. Я подумала, что, в принципе, если у меня тут как бы нету такого четкого, четких границ, да, то зачем я вообще мечу исключительно в контуры, да? То есть можно, в принципе, выходить за контуры. Так, ну, в общем, да. Теперь можно сам стебель как-то, не знаю, может быть, в другой цвет покрасить. Как-то красный, он, конечно же, сюда не подходит. Не совсем то. Или совсем даже не то. Давайте на всякий случай откопируем в сторону, поставим шаблон. Разберем контур, чтобы это уже были объекты, а не кривые. Уберем все лишнее. Поставим задний фон. Посмотрим, как это будет смотреться с задним фоном. Я хочу сделать такую сетку. Музыка. 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 Подвинем, чтобы это смотрелось более как-то хаотично. Я попробовала сделать фон примерно в той же цветовой гамме, в которой и мой орнамент В общем, не знаю, что из этого всего получится Переносим вниз И видим, что все слилось воедино И все стало какой-то единой массой Честно говоря, когда вот этот момент, когда недоволен результатом Или что-то не получается в импровизации Оно, конечно же, такое отчаяние приходит Уже и не знаешь, стоит ли продолжать, ну и так далее Так, я наложила сверху эффект, чтобы оно как-то поярче смотрелось Но все равно как-то, по-моему, не совсем то, что мне хотелось Вот так вот уже как-то более-менее видно Ну да, если ориентироваться, что это такой фон Кстати, если бы сделать из этого фон для какой-нибудь, допустим, сверху композиции Мне кажется, было бы вообще очень здорово Как вот сверху нарисовать какой-нибудь объект Так, ну пока мы сейчас работаем с фоном И так Давайте Фон заблокируем И посмотрим Что из этого можно сделать Кстати, хочу отметить, что мне нравится Именно вот это вот нежное сочетание цветов Да, оно действительно симпатично вышло Давайте как-нибудь, может, попробуем размножить И поставить, скажем так, рядышком Это, кстати, будет тоже очень красивое такое Можно будет сделать потом оформление, допустим, для открытки Какое-нибудь дополнение к общей композиции Сейчас ускорю и вернусь к вам, когда определюсь, как же все это поставить Музыка 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 в какой-то импровизации, совсем ушла вперед. Кстати, я сохраняю какие-то предварительные работы, промежуточные работы. То есть, когда мне понравился какой-то... Ничего не теряется, скажем так, ничего не уйдет, не канет в лету. Промежуточные варианты я сохраняю, и потом, скажем так, отдельно буду каждый из них дорабатывать. А вот такие, скажем так, полеты фантазии, когда просто в безумном каком-то порыве, не знаю, что-то создается, что-то зачастую непонятное, но тем не менее. Да, очень люблю такие творческие порывы, и мне кажется, для какой-то импровизации это вообще жизненно необходимо. Итак, начали мы со светлой композицией, закончили мы какой-то такой темной, контрастной, я даже сказала, насыщенной композицией. Но это все тот же, скажем так, наш узор, наш орнамент. Такая вот абстракция у нас. Конечно же, тут она уже поменяла, как это сказать, вектор движения, то есть это уже не нежность, это уже какая-то такая прям яркость, как сказать правильно. вот, ну так же можно оставить как самостоятельный просто фон, так же и сделать из этого какую-то тематическую картинку, да, ну тот же праздник какой-нибудь, обложку и так далее. Давайте немножко подрежем холст, чтобы как-то определиться уже с... какой будет у нас размер. Мне это почему-то напоминает обложку для тетрадки. Я не могу ничего с собой подделать. Мне прям очень-очень-очень напоминает это какой-то именно обложку на блокнот. Вот я вижу это примерно таким вот образом. В принципе, я довольна результатом для второй работы, да, первая работа у нас была это баннер цветочный. Картинки не похожи, то есть они, несмотря на то, что состоят из одного и того же узора, они очень разные, они очень разные по фактуре, по эффектам, по наполнению. Даже и не скажешь, что это один и тот же узор. Ну и до встречи в следующих видео, в которых мы попробуем загрузить все это дело на стоки, и я с вами обговорю какие-то технические моменты. Надеюсь, видео было полезным и интересным. И до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok